Больше 20 тысяч солдат, пропавших без вести в годы Великой Отечественной войны, удалось отыскать и перезахоронить поисковикам области. В регионе работают три поисковых экспедиции. За 25 лет они обнаружили около 800 медальонов. Прочитать удалось не все, но почти 200 семей теперь знают, что их прадед не просто пропал, а геройский погиб. С чем вернулись поисковики из последних экспедиций, узнавали мои коллеги. Сегодня начну с историй из разряда чудесных. Представляете, в канун Дня Победы под городом Кириши Ленинградской области новосибирские поисковики поднимают останки 147 бойцов. Двое красноармейцев родом из Коми. Их родственников, внимание, удается найти за 4 часа. Такие новости о находках новосибирских поисковиков не редкость. В регионе три поисковых экспедиции. Красноармейцев из Коми отыскал отряд сибирского кадетского корпуса. Уже 25 лет ребята занимаются поиском, подъемом и захоронением останков воинов Красной Армии, погибших в годы Великой Отечественной войны на территории Ленинградской области. Кому-то же надо идти в эти болота. В эту историю очень непростых военных действий Волховского фронта 54-й армии, Погостинский плацдарм, который изо дня в день поглощал полторы тысячи красноармейцев. В первых экспедициях было 25 человек, теперь около 100. Первая вахта только из-за того, что было интересно, поехал. В последующей вахту я уже начал понимать, зачем я езжу и почему мне это нужно, и какое ценное дело делаю для России и для людей, которые потеряли своих родных. Михаил в этом году принял участие в шествии бессмертного полка по Красной площади. Вспоминает, руку пожал сам Владимир Путин. Руководители отрядов в этом году получили государственную премию региона за большой вклад в патриотическое воспитание молодежи. Когда приезжаешь и видишь своими глазами, это вообще по-другому. Представьте, 70 лет эти все солдаты лежали там под землей и ждут, пока их заберут оттуда, когда они вернутся домой, их родственники ждут. Почти 600 семей, чьи красноармейцы числились пропавшими без вести, теперь знают. Их боец геройски погиб. Кто без вести пропадал или попадал в плен, под серьезным прессингом оставались семьи, лишались всех благ и так далее. И сегодня хотелось бы, чтобы правда восторжествовала в семье. Хотя бы они могли рассказать своим правнукам, что дед не просто пропал без вести, а он пал на поле сражения. Это очень важно. Возвращать из небытия солдатские судьбы или воспитывать патриотов? Руководители отрядов говорят, важно и то, и другое. Подняли мы, когда останки Батинева, у него в медальоне посмертном, вместе с медальоном было посмертное письмо. Прощайте, мои родные. Фриц, в реакции сторон. Это мой последний бой. Дорогая женка, скажи детям, что я геройски погиб, защищая нашу социалистическую родину. Афанасию скажи, пусть гонит проклятого фашиста с нашей родины. Ваш муж и отец, красноармеец Батинев, писаны 4 марта 42-го года. Это когда мне письмо читали, мальчишки ревели. Правда, дочь же пришла, они сказали, что это не слезы, а дочь. Клуб «Контр» отправится в экспедицию во второй половине лета. 13 августа – официальный день захоронений в городе Белый. А 14-е – день памяти воинов-себряков. Наталья Цопина, Дмитрий Злобин. Новости ОТС.